Это я попутно вспомнил. Кого вы еще встречали? Может, вы встречали моего любимого Виктора Платоныча Некрасова, Вику, которому я книгу посвятил свою? С Викой я не был хорошо знаком, но, конечно, я с ним был знаком, встречался, разговаривал. Но он жил в Париже. И когда я бывал в Париже, тогда я разговаривал с Виктором Некрасовым. Киевлянин, между прочим, сейчас на улице, где он жил, в Пассаже, на доме, где он жил, барельеф его. И я сейчас стараюсь, чтобы в музее Михаила Булгакова создали отдельную комнату его, так как он действительно один из выдающихся и благороднейших киевлян. Потому что есть много выдающихся людей, а благороднейших с таким сердцем добрым и чистым, как у Виктора Платоныча, людей мало. А кто еще, вот вы вспоминаете, кто на вас произвел, может быть, такое серьезное впечатление из писателей или просто ученых, которыми... Через континент я познакомился с Эрнстом Неизвестным, познакомился со Славой Ростроповичем. Слава, великий человек, да. В какой-то степени познакомился с Олженицыным. Господи, там огромный список Лиса Мальдрика, меня был знаком. Да. С генералом Григоренко, был очень хорошо знаком. Очень интересный человек. Очень хорошо был знаком с ним. С его женой Зинаидой. Зинаида, да. Вот, так что... То есть, было столько много интересных людей, что вот как бы об одном... Причем, практически все они становились у меня в доме. Мой дом был известен как по-английски «Dissident Arms». То есть, вы больше... Штаб-квартира диссидентов. Штаб-квартира. В Вашингтоне. Да. Но вы больше как бы через журнал «Континент», не через «Радио Свобода». Или потом автоматически эти люди выступали на «Радио Свобода» так же. Видите, в «Радио Свобода» я долго не был. Я подрабатывал, значит, как я научился русскому языку. Да. Сначала я поступил в университет преподавать русский язык. Здорово. И тут я понял, что я его не знаю. Вот студенты задают каверные вопросы, понимаете, а я не могу ответить. Американцы задают такие вопросы, почему ударение здесь, а не там и так далее. Кто-то мне подсказал, пойди в «Голос Америки». Вот, у тебя хороший голос, и тебя примут сразу же. И там тебя научат писать. Представят тебе редактора, и он тебя научат писать. Что произошло? Пошел я в «Голос Америки». 64-й год еще. Дали мне маленький какой-то текст. Переведи вот на русский язык. А там, значит, текст был о капитальном ремонте, какого же это, господи, филармонии в Нью-Йоркской, что там в этом вроде. Хорошо. И там фигурировало слово, значит, «акустика» по-английски, «acoustics». Значит, улучшили акустику. Да. Хорошо. А я так нервничал, не знал, как же сказать по-русски «акустика». Думал, думал, эхо, наверное, думаю. Эхо-то в русском языке не склоняется? Нет. Ага. А я вот насклонял шесть разных вариантов у меня получилось. Ну, просто импровизатор. Филармония стала известна своим непотрясающим эхом. Да. И так далее, и так далее. Вот умудрился. Ну, вы знаете, интересно, что, видимо, большинство людей, которые слушали как раз вашу эту передачу, они подумали, что в Америке именно этим словом оценивается достоинство музыкальной филармонии. Они не поняли, что это вы не перевели акустику. Ну, вы же пришел начальник, созвал всех редакторов, говорит, приветствуйте нового сотрудника «Голоса Америки». Профессор Ольховский. Слава Богу. Приняли на работу, представили редактора, все действительно, так я научился. Юрий Андреевич, в связи с тем, что вы говорили, я, как бы, проявляя осведомленность, вспоминаю такой эпизод, рассказанный мне. Это связано с вашей работой на радиостанции «Голос Америки» Солженицын. Насколько я знаю, вы были первый человек, который сообщили многомиллионы советской аудитории о том, что произошло у Солженицына. Вот вы сами расскажите, как это было и что это было. Ну, был я на вечерней смене в «Голосе Америки». Вот. И пришло сообщение по телетайпу о том, что вот исключили Солженицына из союза писателей. Ну, в русской редакции там 80 человек работало. Мы все были очень, как бы... Потрясены. Ну, потрясены. И с одной стороны, с другой стороны, интересы России были очень нам близки. Хоть там половина были американцы, сто процентов, родившиеся в Америке. Но не в этом дело. Вот. Дождя взял эту новость и пошел в студию немедленно сообщить нашим слушателям. Прервали там программы какие-то, и шли пленки. Вот. Я сообщил и вернулся к себе назад. Вот. Ну, не придавая тому особого значения. Никто никогда не думал, что Солженицын-то Александр Исаевич сам это услышит. А что оказывается? Он вернулся из этого собрания, расстроенный совершенно. Ему ничего не сказали, что его исключили. Нет. Просто он вернулся, не мог заснуть, включил «Голос Америки». И тут ему совершенно неожиданно. Говорят. Именно в тот момент включил, когда я сообщал. Вот. Ну, он, очевидно, просто ошалел, я не знаю. Но потом он написал об этом в книжке своей. Бодался теленок с дубом. Совершенно верно. Бодался теленок с дубом. Там все это описано. Я вспоминаю, что в одной какой-то программе или где-то он написал, Александр Исаевич, что вот после того, как он услышал вас, его вера в могущество «Голоса Америки», у которого есть везде свои представительства, свои связи, особо возросла. Он особо поверил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова